Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Наверняка вы слышали об айтишнике Евгении или Евгении Набойченко, который на протяжении многих лет руководил IT-отделом в компании Life is Good. И на протяжении последних месяцев Евгений неоднократно в чатах публиковал свои голосовые сообщения, но вчера в нашем чате прошел голосовой созвон, на котором Евгений присутствовал и ответил на многочисленные вопросы, которые ему задавались. В частности, например, людей интересовал такой вопрос, почему Евгений на протяжении многих лет руководил IT-отделом в Life is Good и только в 2022 году осознал, что он участвует в пирамиде. Какие аргументы и факты убедили его, что Роман Василенко ведет мошеннические действия? Почему он не уехал за границу, как Роман Василенко? А также, что он может сказать по поводу базы данных, которая восстанавливается сейчас на сайте Hermes Recovery. Эти и многие другие вопросы обсуждались на вчерашнем созвоне. Поскольку созвон получился длинным более двух часов, мы поделим его на две части. Сейчас я представляю вашему вниманию первую часть. Привет всем, я на связи. Так, ну, как раз, Евгений, то, что ты присутствуешь, может быть, прокомментируешь последнюю новость, которая была опубликована позавчера на сайте Hermes. Я сейчас пока зачитаю, и потом, если у тебя есть что добавить, поскольку ты программист с большим стажем, соответственно. Итак, новость от 12 октября. Уважаемые клиенты, сейчас осуществляется один из самых важных процессов. Системные аналитики разрабатывают для команды программистов технические задания на написание нового функционала, включая идентификацию и верификацию пользователей, интеграцию с новой платформой, интеграцию с блокчейн. Качественное и детальное выполнение данной задачи позволит сократить время на программирование. Ожидаем завершить подготовительные работы к 7 ноября. Вот, по первому пункту, Женя, есть что добавить? Первое то, что я думаю, что все, ну не все, а какое-то количество людей уже в курсе по поводу новостей по блокчейну, да. Значит, это первое, я считаю, что это, ну, как-то вообще первое, у них не получится это сделать в связке с тем, что происходит, да, где в политической и экономической системе международной и связанной с вот этими потоками финансов, криптой, блокчейном и так далее. То есть это первое. Второе. Андрей, повтори еще вопрос, я что-то запутался немножко. Ну, хорошо, смотри, вот есть новый сайт Романа Василенко, Unite to Live. Если смотреть по транзакциям в системе блокчейн, в принципе, и вот, и вывод работают нормально. Вот ты говоришь, что у них не получится. Ну, а почему ты считаешь, не получится, если на новом сайте все работает? Подожди, а где написано, что у них получается? На этом сайте Unite to Live, где получается? Есть какие-то подтверждения? Ну, смотри, в моих роликах я не один раз уже показывал, то есть любой может зайти на сайт Tronscan, где отслеживаются все транзакции, и можно посмотреть приходящие транзакции на кошелек этого проекта Unite to Live. И есть второй кошелек, с которого происходят выводы. То есть, по сути, ну, конечно, на наших созвонах некоторые высказывали сомнения и говорили, а может быть, это все спектакль. То есть, откуда известно, что эти деньги выводятся именно участникам проекта? Может быть, Роман Василенко просто выводят на какие-то подставные кошельки с целью создать видимость работы? Ну, тут мне прокомментировать сложно, но знаю людей, которые зашли в новый проект Василенко и выводили деньги, деньги им поступали. Поэтому я не слышал, чтобы кто-то жаловался, что вывод не работает на новой платформе. Дело в том, что я ни разу не видел, например, в тех чатах, где я присутствую, я ни разу не видел подтверждения каких-либо слов о выводе каких-либо средств и так далее. То есть, все молчат. Каким образом можно соединить ту историю, базу данных и так далее, Гермесовскую, с Unite to Lie? Я ее, опять же, называю именно Unite to Lie, а не Unite to Live. Да? В моих словах есть определенный сарказм, может быть. Поэтому, что хотел сказать, эту базу восстановить Гермесовскую очень сложно. Если, например, представим в теории, что эта база стала доступна техническим специалистам Василенко. Эта база стала доступна, и им была дана команда восстановить в том формате, как это все было. На это уйдет огромное количество времени. Сколько ушло сейчас времени, это все равно. Это мало времени. Потому что, если не привлекать хотя бы одного-двух специалистов из прошлой жизни, так скажем, то это займет очень огромное время. Потому что там очень сложные механизмы, очень сложные алгоритмы и так далее. Плюс восстановление... Так сказать, все эти истории транзакций. Историю транзакций можно восстановить, показать людям. Но сами вот эти остальные детали я следил по чатам, и не увидел того, от того, что бы мне дало понять, что, да, действительно, у Василенко есть эта база данных. Это второе. Третье. Я нигде не видел, что этот проект является именно детищем Василенко. Что наводит на ту мысль, что, возможно, работают какие-то подставные лица. И сейчас Василенко просто скрывается, не хочет афишировать свое лицо и так далее, как бы участие в этом во всем. Поэтому я единственное могу сказать, что набрав вот эти 20 миллионов евро, евро, да, через крипту, тут я не вижу вообще никакого выхода для тех, кто вложился порядка миллиарда евро. Ну да, мы это обсуждали, я это тоже упоминал в предыдущих видео, то есть если задолженность Василенко по счетам Гермес миллиард и больше, то, конечно, 20 миллионов, которые сейчас на криптовалютных кошельках, их, в принципе, достаточно, чтобы начать платить, но недостаточно, чтобы выполнить все обязательства. Хорошо, я тогда продолжу читать. Соответственно, Жень, если что-то будет добавить, еще раз, я зачитываю объявление, которое находится на сайте Гермес Рекавери. То есть, если тебе зрительно проще воспринимать информацию, то можешь сам этот сайт открыть. И пункт номер два. Параллельно проводим анализ и сверку базовых финансовых показателей, балансов и транзакций. На данный момент обработано 20% от необходимого объема. Процесс требует намного больше времени, чем было запланировано. Из-за огромного объема исходных данных, сложности их физического анализа. Ожидаемые сроки завершения 18-25 ноября 2022 года. В принципе, Евгений, думаю, что этот текст дополняет то, что ты сказал. То есть, как бы, та база данных, которая есть, что ее именно восстановить, достаточно трудоемкая задача. И, похоже, вот в этом абзаце они подтверждают то, что ты сказал. Что можешь прокомментировать по второму пункту? Значит, то, что я могу прокомментировать по этому пункту, это то, что сама сверка каких-то непонятных цифр, что с чем они собираются сравнивать, это уже сам по себе глупый процесс, я считаю, потому что, когда сравнивают, то есть, сам процесс сравнения, да, происходит, это сравнивать что-то с чем-то. То есть, представим то, что у них, например, есть, ну, некая база, где-то они ее взяли. С чем они собираются это сравнить? Вот в чем вопрос. Что они собираются сравнивать и где тут будет истина, что действительно то, что они сравнили и восприняли это за истину и сделали как опцию, да, окей, значит, этот аккаунт, к примеру, да, не верифицирован, а проверен, сумма балансов сверена и так далее. На основе чего они вот это все проверяли и собираются проверять, мне, например, лично непонятно. То есть, есть истинная база данных, которая есть. Она находится сами все прекрасно знаем, где это, в правоохранительных органах. Вот с ней можно сравнить, а то, что у них есть на руках, это непонятно никому. Ясно, хорошо, спасибо. И, наконец, третий пункт. по вашим многочисленным просьбам принято решение отложить некоторые плановые работы и оперативно к 1 ноября 2022 года создать функционал внутренние переводы. Пока мы будем заниматься созданием системы, вы параллельно сможете упорядочить свои финансы, провести взаиморасчеты друг с другом с уважением администрации. Вот по поводу пункта 3, я уже в прошлом видео высказывал мысль, что если они это сделают, это сейчас может к чему привести, что многие, кто решил уже как бы выйти из проекта окончательно, будут сбрасывать внутреннюю валюту, то есть если будут открыты внутренние переводы, то человек, который решил уже полностью выйти из Гермеса, будет сбрасывать по любой цене, там за полцены, за 10% от цены и так далее. Вот коллеги, пожалуйста, выскажите ваше мнение, что вы думаете по данному поводу. Если, предположим, откроются внутренние переводы, что вы сами планируете делать? Планируете ли ждать, когда откроется официальный вывод, или если есть возможность кому-то внутрянку продать, будете срочно продавать, даже если со скидкой. Пожалуйста, давайте, чтобы у нас не было, как в прошлый раз, базара. кто хочет сказать, поднимайте руку, там есть такой значок поднять руку, и я буду давать слово по очереди, каждый сможет высказаться. Пожалуйста. Ну, давайте я скажу по поводу этого. Смотрите, значит, по поводу внутрянки. Нарисовать цифры, которые будут в этом United to Lie, понятное дело, что можно любые, кто-то, я не знаю, как у них там все это заморочено, как они это пытаются решить, и так далее. Потому что, еще раз повторюсь, если база есть, если она есть, хотя в чем я сомневаюсь, то здесь это можно сделать все очень просто, и в более короткие сроки. То, что у них, как они рапортовали, что якобы у них там супер международные специалисты высшего уровня, то международные специалисты высшего уровня должны были уже давно все это сделать. Еще где-то месяца 3-4 назад, я так полагаю. Потому что, ну, специалисты же. Вот. Но так как они никак не могут все это родить, то они пытаются все это по дешевке, по жадности, все это сделать в самые какие-то непонятные сроки. И в основном через определенных консультантов говорят то, что все будет хорошо, все будет прекрасно, и все это будет оттягиваться, зная всю эту политику, как это все работает. Ну, что я изучил тоже за последний год после этого Шухера, так сказать, да, я изучил всю политику ведения бизнеса Василенко, и я знаю, что он будет вести этот бизнес, точнее, в кавычках, бизнес, да, таким образом, что, ну, я думаю, через полгода тоже не будет никаких движений абсолютно, и дальше не будет никаких движений, потому что это все невозможно сделать, потому что, во-первых, технически, даже если у него была бы такая возможность, значит, я хочу раскрыть такую мысль, если у него будет такая возможность технически, что у него есть база и так далее, ему выгодно, очень выгодно сделать так, что, типа, ну, мы не можем все это до конца восстановить, почему? Потому что базу, как бы, ну, либо испортил, либо еще что-то там могут придумать, все это накрылось благодаря кому? Ну, благодаря айтишнику Евгению, то есть, есть, то есть, появился некий человек, на которого можно все это свалить, вот, это прекрасная возможность, это прекрасная схема, это вообще идеально, то есть, что, возможно, и замутит Василенко, вот, если бы он бы это не мутил, он бы уже давно все это восстановил, вот, и, по сути дела, внутренние переводы ничем не отличаются, просто как определенный алгоритм, который делает просто перемещение в течение, там, полсекунды информации в базе данных, и все, и отображает уже на сайте вот этом unite to lie, как переводится, объединиться, чтобы лгать, да, это, по моему мнению, вот, ну, в принципе, пока так. Да, вот, Евгений, ты сказал, что, в принципе, та профессиональная команда, которую Василенко нанял, ну, по их словам, профессиональная, да, прошло семь с половиной месяцев на данный момент, и во втором пункте мы что читаем, там есть такая фраза, на данный момент обработано 20% от необходимого объема, то есть, представьте, конечно, мы не знаем, когда именно у Василенко появилась эта база или ее остатки, что они там используют, но факт в том, что мы, люди, у которых были открыты счета Виста в ожидании семь с половиной месяцев, и на данный момент обработано только 20%, то есть, пятая часть, и, соответственно, возникает вопрос, сколько же месяцев понадобится, так сказать, чтобы обработать оставшиеся 80%, да, ясно, да, коллеги, еще, может быть, помимо Евгения, вопрос, да, просто, берем элементарную арифметику, да, математику, умножаем на 4, 7 на 4, сколько у нас получается? 7 месяцев, да, на 4, у нас остается 80%, а из 20 это на 4 получается умножаем, вот сколько получается 7 умножим на 4, столько получается, у нас месяцев останется до выполнения задач по восстановлению до 100%, вот это, то, что было там сказано, написано кем-то, я не знаю кем, до исполнения вот этих операций, движений и так далее, вот это мое мнение. Нет, я твою мысль понимаю, так можно посчитать, но видишь ли, насколько я понимаю, мы не знаем, когда у Василенко появилась копия базы данных, потому что, скорее всего, после того, как базу данных изъяли правоохранительные органы, первые месяцы у него ничего не было, да, ему приходилось каким-то образом восстанавливать, да, кстати, вот Евгений, смотри, ты говоришь, что там восстановить сложно и так далее, ну вот, большинство участников нашего чата, я даже опрос сделал, подтверждают, большинство, не 100%, но большинство подтверждают, что цифры, которые мы сейчас видим в кабинете Гермес Рекавери, они соответствуют тем цифрам, которые вот были в феврале, то есть, в принципе, вроде бы как, ну, те данные, которые сейчас есть вот в этой базе, они соответствуют, не на 100%, некоторые говорят, что у них там есть какие-то нестыковки, то есть, это, ну, наводит на мысль, что база данных, которую Василенко достала, она, в принципе, ну, процентов там, не знаю, на 90, наверное, реальная, и единственное, насколько я понимаю, не хотят, как ты вот сказал, что они там, какую сверку проводят, то есть, видимо, видимо, сравнивают что-то с чем-то, я согласен, когда ты говоришь, чтобы что-то сверить, надо сравнить что-то с чем-то, то есть, что они сверяют, там, у них две разных базы данных, или какие-то цифры, или что, вот это вот, ну, мне уже здесь сложно сказать. Дело в том, дело в том, что, извините, мне тоже непонятно, что с чем собираются сравнивать, если у них на самом деле появляется, ну, сами посудите, подумайте, да, логически, если у них появляется та именно база данных на руках, то сверять ни с чем ничего не нужно, они просто ее внедряют в новый проект, вот, и тем самым проект работает, и они на сто процентов уверены в том, что происходит. Если они что-то мутят, или у них какие-то куски, там, чего-то непонятно, то еще раз повторюсь из предыдущего сообщения, которое я озвучил, что Василенко выгодно тормозить весь этот процесс, и он будет руководствоваться тем, что вот у нас все сложно, вот у нас тяжело, очень непонятно, то есть база неполная, или еще какая-нибудь муть, которую он будет говорить, либо писать другие люди от его имени, то есть тем самым я утверждаю то, что если бы была в идеале у них база, они бы ее уже восстановили давно, вот, давно, но если это в том виде базы, которая есть, и используя, опять же, профессиональных программистов, самых настоящих профессионалов, которых достаточно всего лишь два человека, а не какую-то там непонятную команду международного уровня и так далее, в нашей команде предыдущей было всего лишь, ну, было несколько людей, которые прекрасно разбирались во всей системе, и каждый друг друга заменял, то есть был один человек, который мог спокойно, без проблем, за 10 минут решить любой вопрос, любую проблему, вообще абсолютно, и его мог заменить другой человек, который ночью, утром, в любое время, по моему запросу, решить так же любой вопрос, любую проблему, это я говорю к тому, что с этой базой, чтобы работать, и чтобы все получилось, нужны знания очень хорошего, серьезного уровня, практически по максимуму, то есть топ, ну, как бы так. Ясно, ну, Евгений, я думаю, что в мире программистов больше, чем два, я понимаю, что топового уровня не так много, но думаю, что они есть, тем не менее, уж насколько профессиональны те программисты, которых нанял Василенко, ну, время покажет. По пункту 2, ну, хоть здесь и написано, что обработано 20% от необходимого объема, в конце они написали ожидаемые сроки завершения 18-25 ноября, то есть это примерно месяц и где-то одна неделя. Коллеги, по поводу внутренних переводов, кто-то хочет что-то добавить в ваши мысли. Здравствуйте, хотел вот с Евгением, у Евгения пару вопросов задать. Я так понимаю, это судя по голосу, это айтишник Евгений, да? Евгений, да? Да. Ну, пусть он сам поговорит. Ну, вообще, смотрите, вопрос такой, вот, по логике вещей, да, база данных была изъята правоохранительными органами и, ну, была только у них, как бы, ну, в теории и у нескольких человек, которые, ну, работали с вами, да, Евгений, этичники. Отсюда возникает вопрос, откуда тогда Василенко добыл эту базу данных? То есть, это либо как-то прохранители органы передали, не знаю уж как, ну, либо кто-то из вас, троих там, или там двоих, кто вас там. Может, вы сами поделитесь, пожалуйста. Откуда база данных-то? Потому что балансы-то все реальные. Хорошо, смотрите, я вопрос понял, ответ такой, что значит, все это произошло 1 марта, как мы знаем, и база после этого была уничтожена у всех сотрудников коллектива. Так как они профессионалы, и самое важное, что я всегда учитываю, что они всегда были ответственными людьми, и я предупредил, что не нужны какие-то проблемы с сотрудниками органов, то любые данные, любую информацию нужно уничтожить, как локально, так и со всех облаков и так далее. То есть в идеале все осталось, ну, как мы знаем, как это было утверждено, база данных осталась только в руках правоохранительных органов. что дальше происходило и каким образом достал Василенко какую-то информацию, это уже мне неизвестно, поэтому, по сути дела, вот мой ответ. То есть могла быть утечка, а уж каким образом утечка произошла, это вот вопрос остается открытым. Алексей, какой второй вопрос? Да, в принципе, у меня все. Ну, раз утечка произошла Евгений Игоревич из правоохранительных органов, ну, значит, так. Ну, представляете, если бы Евгений у вас бы бывает оба за данных вы бы могли стать долларом миллионером, правильно? Если бы непроохранительные органы, как вы говорите. Посмотрели, еще раз повторяюсь, у меня нет, нет и никогда не было стать цели, как вы говорите, долларом миллионером. Если, как говорится, вы можете по себе судить меня или окружающих людей, то есть если бы у вас это было, то возможно бы вы воспользовались там что-то сделали. Я об этом говорил, что база если бы у бабушки была дедушка, ничего не говорил, я предположил переходить на вот этот дедушка, бабушка, я вам говорю, как было и как есть. Еще раз повторяю, что база была передана правоохранительным органам и после этого было все уничтожено. Мне вот эти проблемы не нужны были на тот момент и сейчас они не нужны. То есть имея доступ, как вы говорите, примерно в теории, что я якобы имел доступ, имел базу, что вы намекаете на то, что я мог продать Василенко эту базу данных. Вы знаете, смотри, во-первых, не обязательно ты, ведь судя по твоим комментариям, в команде программистов было 30 человек, это большой коллектив. Я не думаю, чтобы доступ к базе был только у тебя, то есть из 30 человек люди тоже хотят. Был только у двоих. Евгений, ты как бы не подумаешь, что я пытаюсь оскорбить либо еще что-то. Я просто задаю вопрос. В теории мог человек, к примеру, имеющий доступ к этой базе данных заранее скопировать ее, ну и где-то себе флочечку эту положить на черный день. Ну, к примеру. В теории это возможно было? Смотрите, дело в том, что те люди, которые отвечали за безопасность базы данных, общий, да, они были, естественно, избраны таким образом, что они их проверяли. То есть я этих людей знаю, я с ними работал, они были предупреждены, что это очень ответственный момент, это очень серьезная база, и то есть какие-то определенные последствия, примерно, да, там, слива информации и так далее, повлечет за собой определенные санкции и проблемы, серьезные очень проблемы. Вот, это никому не нужно было, и никто этого не делал, потому что я этих людей знаю, поверьте. Вот, насчет слива могу просто в теории предположить, что там, где лежала база, она лежала на Cloudflare, на Ажуре, систему Ажур Microsoft, компания Microsoft, и значит, у нас есть российское представительство этой компании и, ну, в России, в Москве и в Санкт-Петербурге, не знаю, как сейчас, но на тот момент, на начало года, это все было. И тем самым я могу предположить, что Василенко, имея определенные возможности, а мы все прекрасно понимаем, что у него есть деньги огромные, это деньги ваши, миллиарды, и он может спокойно воспользоваться этими возможностями, найти какие-то связи, технические возможности и получить через вот этого посредника, который находится на территории Российской Федерации по Microsoft компании, и, ну, то есть, получить вот эту базу данных, то есть, договориться и так далее. Здесь я не вижу ничего, как бы, невозможного. То есть, есть такая теория. То есть, со стороны IT-отдела у всех были подписаны определенные договора, контракты, а не разглашения, конфиденциальности и так далее. Все получали хорошую, прекрасную зарплату и все были ответственными людьми до тех пор, пока всех их не кинул Василенко. Вопрос можно? Да, Елена, задавайте. Смотрите, вот он базу достал, украл, купил. Ладно, все, она у него. Дальше он нам ее показывает для чего? И 8 месяцев мучений. Еще вопрос. Для чего? Ну, как для чего? Судя по тому, что написано на сайте, для того, чтобы все восстановить и начать платить, как для чего? Все написано. Но если нам уже 200 раз сказали, денег нет, он вложил куда-то санкции или там еще что-то, прогулял или на биржу, их нет. Подождите, Елена, одни вам говорят, что денег нет, а много людей, которые считают, что у Василенко все в порядке. Понимаете, еще раз, я много раз повторял и первое видео, которое я записал, еще в марте, я задал вопрос. Вот эти вот активы, которые рисовались в отчете компании Гермес, вот они существуют, и если они существуют, это значит, что цифры именно на наших счетах ВИСТ, они подкреплены реальными активами, это не просто циферки. А вот если этого всего нет, а это просто фикция, тогда да, тогда остаются только те деньги, 20 миллионов, которые сейчас в новом проекте. Но, кстати, Евгений, вот в первых сообщениях, которые ты в марте еще записывал, ты же сам говорил, что Василенко не бедный человек, у него есть недвижимость и в России, и за рубежом, и там какие-то бизнесы, да, вот что можешь сказать о состоятельности, скажем, Василенко. вопрос к вам, но только не о недвижимости, об активах, о реальных деньгах, есть они или нет? Смотрите, я не могу вам рассказать о том, что у него есть на самом деле, какие деньги, какая недвижимость и так далее, по той лишь причине. Первое, всей его финансовой структурой, со всей его финансовой структуры работали два человека, то есть бухгалтеры, да, его финансисты и так далее, это та, которая сидит сейчас в СИЗО, это Соколова или Соколова, и вторая, это Шапочникова Мария Владимировна, она находится, как я понял из последних из последней информации, находится рядом с ним, потому что она сестра, является сестрой его жены, сестрой Василенко, то есть Елена Анатольевна Василенко, вот, то есть все финансовые вот эти движения проходили только с ними. Мы, как IT-отдел, то есть я, как ответственный за IT-отдел, за своих людей и так далее, никто абсолютно даже не в курсе и не знал, что куда уходит. Был какой-то у меня когда-то вопрос Василенко, мол, ну, куда, как деньги, что, просто сидели, как-то один раз я приехал в Санкт-Петербург, там, попили пиво, буквально, там, час-два, он сказал, типа, ну, как-то отмахался от этого вопроса и ушел в другую тему, то есть он не доверял, не доверял ни юристам, ни IT-отделу подобные вопросы, то есть у него был круг людей, очень узкий, определенный, то есть это бухгалтера, очень близкие люди, очень близкие люди родственных отношений, которым он доверял вот эти вопросы, то есть где деньги, то есть ваш вопрос, да, вы спрашиваете, где деньги, недвижимость и так далее, первое, где деньги, это нужно задавать вопрос к ним, по поводу недвижимости я получил эту информацию по поводу вот этих торговых центров Британии, да, плюс что у нас там было еще какие-то миллиарда недвижимость, всю эту информацию и все вот эти видео, фото, видео и так далее, я получил уже непосредственно в ГСУ, когда меня допрашивали в течение двух месяцев, то есть меня, мне показали, с кем я связался, кто это такой, что на самом деле это аферист и мошенник, то есть повторюсь, то, что я говорил в том видео, я абсолютно абсолютно любое слово повторю, даже больше скажу еще, вот, и то, что я узнал и услышал, меня просто перекорежило, потому что это человек высокого уровня жадности, потому что он экономил на всем, и на IT-отделе, и на остальных и так далее, хотя у него были возможности взвинтить эту компанию до уровня, я не знаю, каких высот, и она бы жила прекрасно, и все было хорошо, если бы он, как финансист года, да, в кавычках, так сказать, сделал бы то, что нужно было сделать, но он этого не сделал, поэтому, где деньги, знают только его бухгалтера-финансисты, а насчет недвижимости и так далее, куда он все потратил, это все в публичном доступе, плюс то, что я получил непосредственно от тех людей, которые меня допрашивали, вот мой ответ. Евгений, ну, в ходе допросов, как ты говоришь, там, какие-то цифры примерные, ориентировочные назывались, то есть, что, например, за 8 лет работы компании Гермес Василенко вывел за границу вот какие-то суммы, там, что-то подобное фигурировало? Дело в том, что вся информация подобная, она закрыта, и я не имею права ее разглашать, поэтому все, что касается Bestway, это одно, оно в публичном доступе, по остальной информации в плане Гермеса я смогу озвучить только тогда, когда будет принято определенное решение следствием и так далее, тогда я смогу ее озвучить, потому что на данный момент я не имею права это сделать. Ну, понятно. Евгений, в одном из комментариев ты говорил, что весь сэрбор начался, когда Василенко не заплатил команде айтишников, по-моему, 157 тысяч евро или долларов, я не помню точно, но а он головой разве не понимал, к чему это может привести, то есть, когда айтишники обижаются, да, они могут, ну, скажем так, как ты сам говорил, айтишники могут много полезного для компании сделать, но если их обижать, они могут и много вредного сделать, вот, почему он так поступил, или в чем там вообще причина этого? Смотрите, я уже не раз писал в чатах о том, что первое, значит, есть такой Крындушкин, да, вы все знаете, этого одиозного персонажа, одиозный переводится как опасный и нестабильный и непостоянный, в этом плане с этим человеком нужно быть очень аккуратно, а этот человек заявил о том, что с меня, якобы с меня, с Евгения Айтишника, да, с Набольченко, моя фамилия, началось все, что началось все, значит, у нас когда там в октябре либо в ноябре 2000 2021 года было заведено уголовное дело, да, это уже было осенью 21 года началось, как раз получается год назад в октябре по-моему открыли уголовное дело да, его завели значит и пошло постепенно такой шухер по то есть есть офис в Санкт-Петербурге где работают юристы, бухгалтера, часть айтишников штатных, потому что часть айтишников у нас у нас фрилансерами удаленные на удаленной работе и значит, слух пошел, часть людей начали увольняться и так далее, то есть бояться чего-то. Василенко объявил о том, что за паника и так далее, да, кого-то ругал там и так далее, ну, я к нему обратился и говорю, что происходит на самом деле и что нам ожидать, что ждать нам, что делать. Он говорит, уголовное дело, да, действительно есть, говорит, у меня все схвачено, у меня все в порядке, не переживайте, все окей, все нормально будет, ладно, окей, работаем. В подробности я не вдавался, потому что я не в курсе был, что на самом деле он творит и что он делает. Далее, что происходит потом? Происходит некое информирование в феврале о том, что действительно будет какой-то обыск, обыск порядка там 100 человек, то есть по всей России и ближней зарубежи, Казахстан, Кыргызстан, там еще что-то там. Вот, значит, информация прошла, я ему опять звоню, говорю, что происходит и что нам делать. Говорит, все окей, все в порядке, приедут, если даже приедут, значит, для галочки там что-то сделают и все. В крайнем случае, если, например, тебя возьмут, то через 24, через 48 суток тебя отпустят по закону там и т.д. и т.п. Так что ничего не говори и бла-бла-бла. Я говорю, а что говорить? Я не знаю, что говорить. Я не понимаю, что происходит и так далее. То есть в этом плане, то есть он у меня убедил, что все окей. То есть далее происходит что? Далее происходит обыски, задержания. что Василенко говорил, что якобы будут какие-то движения для галочки, этого не происходило. То есть Высоцкую, потом Измайлова, Григорию, Соловьеву, бухгалтера, всех, всем, кому он сказал про те же 48 часов, всех посадили. Как мы знаем, они до сих пор сидят в сезон. Он мне сказал, говорит, Женя, 48 часов, все окей, и все будет в порядке. Я говорю, слушай, я не понимаю, что происходит, ты мне объясни, либо дай мне адвокатов, там, говорят, тебя будет армия адвокатов ждать в аэропорту Санкт-Петербурга, то есть в Пулково. Когда меня уже конвоировали с Краснодара, то есть 9 человек, когда мы прилетели в Пулково, то есть я никого не увидел, ни одного адвоката. То есть опять же я об этом писал и высказался в том, что если бы со стороны Василенко была бы какая-то защита айти от дела, во главе меня, то возможно бы все это приняло бы другой исход и другой вид. защиты никакой не было. То есть по сути дела Василенко Роман Викторович кинул, бросил айти отдел. Что мне оставалось делать? Я когда приехал уже в отделение ГСУ и так далее, то есть там уже пошли процессуальные определенные движения и допросы и так далее. И когда я уже чувствовал и когда вы поймете, когда, например, я тоже прекрасно понимаю людей, которых он кинул, консультанты, которых он кинул, которые сейчас кредитов понабрали и так далее, я тоже все это понимаю. Но вы тоже поймите меня, когда я был под прессом определенным, а когда Василенко и пальцем не ударил, ничего абсолютно не сделал. Вот этот офицер, финансист года, который абсолютно ничего не сделал, что мне оставалось сделать, как просто идти на то, что когда мне рассказывали правду эту, правду о том, что какие у него золотые дворцы, когда у него, я не знаю, в интернете нет этой информации, но мне показывали съемки его вот этого дорогого там коттеджа с бассейном, насколько там метров огромных, три премиум-тачки стоит, и все это он кинул, покинул, плюс остальное все, то, что в Лондоне, то, что в Москве, все, он убежал, улетел и сидит на Кипре, и почему-то он сидит на Кипре именно не с 21-го года, а вот именно где-то с конца 20-го года, он уже сидит на Кипре, и почему-то сидит там и не решал и не решал никакие вопросы, чтобы вытащить свою же компанию из этого трэша, который продолжается до сих пор. Вот, в принципе, я высказался. Евгений, так, а с оплатой айтишникам-то, что произошло? С обысками, с арестами, это понятно, а с оплатой? Дело в том, что у нас договоренность у нас у всех фрилансеры и так далее, штатные сотрудники, есть некий бюджет, который Вселенка имеет обязательство выполнять, передайте отдел, то есть ежемесячно по итогу месяца. Значит, февраль был отработан, все было сделано, технически все задачи были выполнены, где-то с 25-го числа должны были пойти проплаты определенные всем сотрудникам айти-отдела, там порядка 30 человек, ну, вы правильно сказали, эти проплаты не были осуществлены, соответственно, люди остались без денег, но это не говорит о том, что именно из-за этого я стал там что-то мстить Василенко. Тут не месть идет, тут идет, сразу говорю, тут идет попытка открыть глаз людям о том, что я узнал именно о всей его вот этой афере, связанной именно с Гермесом, не с Бествеем, я с Бествеем немножко, у меня другие мысли в этом плане, здесь уклон идет именно на Гермес, то есть где происходила именно выжимка денег из людей. Понятно, спасибо. Все правильно, с БСВМ там другие проблемы, я думаю, нерешаемые, а вот Гермес тонет, но у меня вопрос все-таки еще раз к, господи, забыла, Евгений, а как вы думаете, для чего вот он купил, украл, восстановил базу, для чего? Вот вопрос Евгения, Евгению. Смотрите, так как я истинно не знаю, что на самом деле он сделал, у меня нет этой информации, если теоретически представить, что он действительно приобрел, достал где-то эту базу, то еще раз повторюсь, что у него действительно есть шансы показать людям, что осталось по состоянию на 1 марта, ну, я так полагаю, вот, но я слышал информацию, что база была по состоянию на январь, вот, для меня это стало очень интересно, если она была по состоянию на январь, то здесь значит уже правоохранительные органы точно не участвуют, потому что у них база данных по состоянию на 1 марта, если у него эта база по состоянию на 1, ну, на январь, грубо говоря, значит, он ее достал где-то, скорее всего, по моей прежней теории, через дата-центр Microsoft, через посредники, которые я сразу перебью, дело в том, что я конкретно на моем счете вижу, вот, когда я сейчас захожу в Hermes Recovery, я вижу цифры транзакции за конец февраля, так что, то, что якобы база за январь, это неправда, я вижу транзакции февральские, причем конец февраля. Хорошо, дело в том, что я об этом не знал, потому что информацию я черпаю сейчас в последнее время только с двух чатов, и все, значит, ваша последняя информация, что на конец февраля, окей, значит, он ее получил, опять же, либо от Microsoft, либо от Microsoft, только у меня вот такие вот мысли. Насчет правоохранительных органов я ничего не буду говорить. Какой там еще вопрос был? Елена, что вы еще спрашивали? Для чего? А, для чего? Ну, опять же, я уже как бы несколько раз говорил, для чего? Для того, чтобы показать, что все хорошо, это такой, ну, возможно, психологический ход, что все хорошо, база данных есть, если она действительно у него оказалась в реальности, и он ее не хочет быстро распаковывать, то есть, на всех сразу раскрывать, только по той лишь причине, чтобы потянуть время. Вот мой ответ. А дальше? Я тоже чувствую, тянет. А дальше? Я работник технического отдела, я не мозг этого процесса. Я могу только, я что смог сделать, это проанализировать то, что он делал, и на этом основании предположить, что он может сделать, сделать, да, возможно, он что-то попытается сделать, но, имея 20 миллионов собранных от новых клиентов, он отдаст, например, старым, ну, а потом же, понятное дело, нужно будет новым отдавать и какие-то деньги, это первое. Второе, что я считаю, что все-таки получение базы данных это некий инструмент для того, чтобы продлить жизнь умершей лошади. Что, а не легче бы ему было сказать, что у меня базы данных нет, всем спасибо, до свидания. Он ее добывает, достает, выставляет, и мне дальше было чему-то непонятная его логика. Вы же более-менее приближенный к нему человек, поэтому я задала такой вопрос. А вот какие ваши мысли? Еще раз повторюсь, я к нему был приближенным человеком только на вопросы чисто технического характера, на вопросы какого-то характера финансового, либо его какие-то мысли в будущем. Он никогда не консультировался по поводу таких моментов со мной и с кем-либо еще и за эти отделы. Этого не было. То есть у нас было узкое направление выполнения его определенных поставленных задач, либо его, так сказать, поверенных людей. То, что он это делает, то, что я сейчас скажу и говорю, это только лишь мои мысли и выводы. Еще раз повторюсь, что ему, я думаю, невыгодно сейчас сразу на вот этом сайте гермес рекавери публиковать всю отчетность, которая была, потому что все сразу начнут кидаться, давайте мне выводить мои деньги. Правильно? Правильно. Вот поэтому он сначала говорит 20%, потом, наверное, заявит 10% и так далее будет растягивать постепенно, пока у него не придут новые деньги. Снова вот этого лохотронского United Lie. Вот еще раз повторюсь мои мысли. То есть, смотрите... трона уже не будет, уже имя не на него работает, поэтому я удивляюсь просто логике. Но то, что вы сказали, это хорошо, я даже подумаю немножко, хотя я... Елена, понимаете, вот если бы у нас был приборчик, с помощью которого можно было бы залезть в голову Василенко, да, и прочитать его мысли, то, конечно, было бы нам намного проще понимать, зачем он это делает, почему он это делает. Значит, один вариант, еще раз, то, что заявляется на сайте Hermes Recovery, ведутся работы по восстановлению. И, в принципе, я уже на прошлых созвонах говорил, что, хотя у меня были сомнения, например, что они восстановят, потому что, по словам Евгения, опять же, я слушал его голосовые сообщения там в другом чате, он говорил, что невозможно эту базу данных восстановить, ну, как бы сложно это, да, сложный процесс. Но, в итоге, получается, у Василенко это получилось, то есть, потому что мы сейчас заходим в кабинет и видим свои транзакции. И постепенно то, что вот этот план по восстановлению пункт за пунктом выполняется, пока да. Вы спрашиваете, а он точно будет платить? Вот он точно всем заплатит? Это уже, знаете, вопрос не к нам, это только Василенко знает, есть ли у него на это деньги и будет ли он точно платить. Или это все затягивание времени? Я, опять же, с вами согласен, то есть, он, у Василенко еще несколько месяцев назад была возможность сказать, ребята, произошел форс-мажор, все данные изъяли правоохранительные органы, я в розыске, в Россию вернуться не могу. Короче, все, приехали, ребята, всем спасибо, всем свободно. Короче, объявить скам. Но, тем не менее, мы видим, что какие-то телодвижения делаются. Конечно, все тянется очень долго, эта резина, семь с половиной месяцев, но вот в течение октября посмотрим, будут ли выполнены следующие пункты, которые они заявили. Глобал Стар Клаб Возможности безграничны